МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии телеканала Первый Караганитский новости. Для вас работает Саят Балмакаев. В начале выпуска коротко о главном. В Караганитской области готова исполнить все поручения, данные президентом. О конкретных шагах по улучшению качества жизни малообеспеченных граждан шла речь на заседании партийного актива в областном филиале партии. В Караганитской области более ста человек за сутки попали в больницу из-за гололеда. Медик рекомендует быть внимательными и следить за детьми. В преддверии Международного женского дня 8 марта в исправительном учреждении АК-159-20 прошел день открытых дверей. 6 марта заключенным было разрешено общение с родителями и детьми. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совещание по вопросам реализации социальной политики под председательством главы государства состоялось в Астане. Открывая совещание, Нурсултан Азарбаев указал на важность качественной реализации мер, направленных на повышение благосостояния и улучшение качества жизни казахстанцев. Глава государства особо подчеркнул важность своевременного принятия мер по повышению заработных плат в регионах, осуществлению системных реформ в образовании и здравоохранении, увеличению темпов строительства жилья и внутрирайонных дорог, а также решению проблем в сфере ЖКХ и экологии. Кроме того, было уделено особое внимание аспектам разработки и реализации проектов Коттумекен и Аул Ельбисага. Президент Казахстана поручил администрации президента совместно с партией Нур-Отан осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения поставленных задач. Караганитская область готова исполнить все поручения, данные президентом на очередном съезде партии Нур-Отан. О конкретных шагах по улучшению качества жизни малообеспеченных и многодетных семей шла речь на заседании партийного актива в областном филиале партии. На очередном съезде партии Нур-Отан, который состоялся 27 февраля, глава государства дал четкие указания по трем направлениям. Первое – повышение доходов и поддержка малообеспеченных слоев населения. Второе – решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, а также улучшение образования и здравоохранения. И третье – реализация региональной политики, направленной на улучшение качества жизни. Ильбаса подчеркнул, что каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня, а не в отдаленном будущем. А для этого нам с вами нужно активно и целенаправленно работать по всем этим направлениям. Более трех тысяч государственных служащих низовых категорий в Карагандинской области получат существенную прибавку к заработной плате. Об этом партийному активу областного филиала доложил заместитель Акима области Асхат Аймагамбетов. Более подробно он остановился на механизме назначения адресной социальной помощи. Если ранее этой материальной помощью было охвачено порядка 11 тысяч жителей области, то, согласно новым правилам, совсем скоро получателями АСП станут свыше 25 тысяч человек. При назначении адресной социальной помощи и совокупного дохода семьи будут исключены государственные пособия семьям, матерям, которые награждены Кумысалка, Алтаналка, также пособия по инвалидности для детей и стипендии. Об этом достаточно давно обсуждалось и говорилось, и эти вопросы приняты во внимание. Это тоже увеличит охват. В-третьих, ежемесячно на каждого ребенка из малобеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума. И здесь тоже важно помнить, что это не только для тех семей, где 4 и более детей. Это касается всех, если есть дети до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются в УЗИ или в колледже. Каждый из этих детей для получателей АСП будут получать по 20 789 тенге. Кроме того, будет сокращен перечень документов, необходимых для назначения адресной социальной помощи. Существенную государственную поддержку получат многодетные семьи. Особое внимание будет уделено жителям сел. Во-первых, будет предусмотрена отдельная квота грантов и микрокредитов. По нашей области в текущем году на эти цели выделено 233 гранта в размере 505 тысяч тенге для многодетных семей именно в сельской местности. Это безвозмездные гранты на открытие собственного дела. И во-вторых, для многодетных малобеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение. Востребованным профессиям будут открыты социальные рабочие места на дому. Кто-то может печь торты дома, кто-то открывает швейные мастерские дома. Вот как раз для этих людей будет проведена работа по обучению и по социальным рабочим местам. Глава региона Ерлан Кушанов отметил, что все проекты, представленные на заседание партийного актива, это не просто презентация намерений, а конкретные шаги, которые подкреплены денежными средствами. Иначе говоря, все, о чем было сказано, будет выполнено. Социальные вопросы, то, что президент поручил, это тоже в разы будут увеличены. И помощь малоимущим, все эти вопросы будут решены. В сфере ЖКХ будет действительно большой рывок. И на сегодня вот республиканский бюджет уточнение, где-то в апреле, наверное, там еще мы заявились по ряду крупных проектов. И по уточнению будет областного бюджета, также ряд проектов мы там должны предусмотреть дополнительные. Поэтому по всем направлениям это не просто презентация. Здесь это подкрепленные деньгами, финансами, ресурсами, конкретные мероприятия, конкретные дела. Ерлан Кушанов поручил всем руководителям государственных органов, а также партийцам, незамедлительно приступить к реализации намеченных планов. С тем, чтобы жители Каргандинской области уже в ближайшее время смогли почувствовать результат этих преобразований. Это повышение заработных плат и пособий, решение жилищного вопроса, улучшение образования и здравоохранения, а также модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Глава региона также поручил усилить информационную работу с населением. Разъяснять гражданам о мерах господдержки. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский. В Каргандинской области 116 человек попали в больницу за сутки из-за гололеда. По информации областного управления здравоохранения, 109 человек определены в стационар. Остальные направлены на амбулаторное лечение. Ухудшение погодных условий и гололед стали причиной множества травм 116 жителей области. Одни не смогли удержаться на льду о дворах жилых домах, в междворовых проездах, а другие поскользнулись во время перехода дороги. Донара Сыздыкова поступила в больницу с травмой руки два дня назад. Ничего не подозревая, она вышла из дома и поскользнулась на дороге. Я, как обычно, шла на работу и сама не поняла, как упала. Сразу же обратилась в больницу. Оказывается, сломала руку. Уже второй день хожу с гипсом и не могу полноценно двигаться. К тому же дома маленькие дети. Но спасибо врачам за хороший уход и лечение. По словам врачей, 109 человек определены в стационар. Остальные направлены на амбулаторное лечение. К счастью, получивших особо тяжелые травмы не имеется. По статистике, число поступивших в больницу пациентов за последние 4 дня выросло на 30% по сравнению с обычными днями. А ведь это только те, кто обратился за помощью в медицинское учреждение. К нам очень много стали обращаться пациенты, получившие травмы в связи с нынешней непогодой. Чаще всего они повреждают коленные и локтевые суставы и мышцы ног. Мы оказываем им первую помощь, после чего назначаем амбулаторное лечение. При необходимости госпитализируем. Не секрет, что представители коммунальной службы обращают внимание только на главные дороги. А вот между дворами ходить просто невозможно. Но сотрудники утверждают, что проезжая часть всех улиц и тротуаров постоянно засыпается специальной смесью. В связи с такими погодными условиями, когда дневное время подтаивает, ночью подмерзает и образуется гололед. У нас выезжает 17 КАМАЗов МДК с песко-соляной смесью в ночную и дневную смену. Посыпают песко-соляной смесью там, где чувствуется гололед. На сегодняшний день для очистки дорог от снега выделено около 50 тяжелой техники. Однако пользу от этого многие пока не видят. Мульдир Жакан, Расулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Караганды поздравил женщин с предстоящим праздником. В канун 8 марта жительниц города, внесший вклад в развитие Караганды, пригласили на торжественный прием. Они остались довольны вниманием и выразили ей благодарность за поддержку. В канун 8 марта невозможно не заметить предпраздничную суету в городе. Это связано с приближением любимой даты прекрасной половины. Для Кульпараш Мухаммедьякоза это двойной праздник. В начале месяца жительница Караганды отметила 80-летний юбилей. За эти годы Кульпараш АПА воспитала 10 детей. Они, в свою очередь, подарили матери 25 внуков и 25 правнуков. Многодетная мама благодарит властей города за праздничный прием. Я хочу сказать спасибо Акиму города за почесть, оказанную в канун нашего праздника. Очень приятно получать благодарственное письмо от рук самого Акима. Я посвятила жизнь воспитанию детей. Они – моя гордость. Я желаю процветания нашей стране, а женщин и девушек поздравляю с наступающим праздником. Поздравляя женщин с 8 марта, Аким города подчеркнул, что современные женщины с блеском исполняют все социальные роли, оставаясь при этом символом нежности, красоты и уюта. Считаю во всем, чего мы достигли, огромная заслуга наших женщин. Бережно храня преимственность поколений. Современная женщина умело сочетает в себе и традиционные, и семейные, и неповторимые индивидуальные, и ценные деловые качества. Вы полноправно участвуете во всех сферах деятельности общества. При этом остаетесь любящими и добрыми мамами, надежными и заботливыми хранительницами домашнего очага. Всего в канун праздника участницами торжественного приема стали 30 женщин разных возрастов и профессий. В этот день им посвящали песни, читали стихи, дарили цветы. В завершении было сделано традиционное памятное фото с Акимом Караганды. В преддверии Международного женского дня 8 марта в исправительном учреждении АК-159-20 прошел день открытых дверей. В колонии отбывают наказание свыше 100 человек, 8 из которых – женщины. И в этот день им было разрешено общение с родителями и детьми. Для посетителей в учреждении организовали экскурсию и концерт. Жительница Караганды Ирина Игнатова два дня назад освободилась из этой колонии. Отбывала здесь наказание в течение трех лет и трех месяцев. Работала в столовой. За это время появились подруги, которые помогали скоротать время в неволе. Сегодня Ирина пришла навестить своих знакомых и поздравить с наступающим женским днем. Ну, здесь нету такого вот какого-то… ну, обнетенности здесь нету. Поэтому я к друзьям также вернулась и с праздником их поздравить с 8 марта. Также администрацию еще раз поблагодарить. Вот сейчас буквально я вот… два у меня варианта, но один смотрю, такой вариант, может быть, даже столовую открыть. Есть даже где… там кое-какие места, где можно открыть также столовую. И мне этот диплом и навык работы все это мне поможет. В исправительном учреждении АК-159-20 на сегодняшний день отбывают наказание 106 человек. 8 из них являются женщинами. Представители администрации заявляют, что колония является учреждением минимальной безопасности. Здесь содержатся заключенные, вставшие на путь исправления. Показать им жилищные условия, как они здесь отбывают срок наказания. Показать именно рабочие места. У нас в учреждении открываются осужденные индивидуальные предпринимательства, которые занимаются разной деятельностью. Хотелось бы показать родственникам именно их рабочие места и чем они здесь занимаются. Естественно, как бы вторичным явлением является то же самое их жилищные помещения, где они спят, спальные помещения, где проводят они свой досуг. Естественно, столовую спецконтингента, где принимают они пищу и какую пищу. День открытых дверей для осужденных имеет воспитательное значение. Ведь женщины ради близких стараются показать себя только с положительной стороны, чтобы вернуться в семью. Несмотря на то, что акция посвящена предстоящему международному женскому дню, мужское население колонии не осталось без внимания. К примеру, Мария Дорошенко приехала к своему брату. Моему брату дали восемь. Четверии он сидел в Степногорске и вот сейчас здесь, в Довольном. Какие условия сидят? Ну, мне пока все понравилось. Я здесь первый раз внутри, мне понравилось все. Ну, в принципе, я считаю, что да, можно даже почаще. Это все зависит от их поведения. Если хорошо будут себя вести, им и будут такие условия создавать хорошие. Для посетителей исправительного учреждения была проведена экскурсия и знакомство с жизнью за колючей проволокой. В целом, День открытых дверей проводится накануне праздников, имеющих значение в семейной жизни. Благодаря таким встречам осужденные стараются вернуться в общество полноценными гражданами. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Поэзия женского платка. По таким названиям в Краеведческом музее представили выставку женских национальных головных уборов. Также был проведен показ моделей и мастер-класс от стилистов. Выставка организована в преддверии Международного женского дня. В экспозиции красовались старинные тюбетейки, украшенные сложными узорами, а также платки советского периода. На выставке были представлены экспонаты из фонда музея и личные вещи, которые принесли жители города. Организаторы уверены, что подобное мероприятие помогает формировать у молодых людей уважение к культуре и истории национальной одежды народов Казахстана. В рамках года молодежи мы решили провести данную выставку. Думаю, она будет интересна жителям и гостям города. Также планируем устроить разные мастер-классы. Для этого специально пригласили студентов колледжей. Уверена, для них это станет большим опытом. Кроме того, в рамках мероприятия были продемонстрированы богатые камзолы, а также изысканные платья. Здесь также нашла свое место современная одежда, изготовленная с применением национальных орнаментов. В мероприятие приняли участие студенты и будущие дизайнеры города. Они посетили выставку не только в качестве гостя, но и подготовили свои работы. Мы представляли здесь 12 моделей из разных платков. Мы повязывали их на разные, использовали дополнительные украшения, материалы. Платки у нас были вышитые, обычные, были из тканей шелковых, ХБ тканей. Были вязаные платки и льняные. Также мы представляли разные цвета каждой модели. Мы подбирали образ в соответствии с цветоптипом самой модели и ее образа. Данная выставка является символичной. Она организована в канун Международного женского дня. Жители могут полюбоваться экспонатами до 8 марта. Мульдир Жакана, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде женщины и полицейские приняли участие в волейбольном турнире. По инициативе областного департамента полиции состоялись соревнования среди женских команд, посвященные предстоящему Международному женскому дню. Главная цель мероприятия – вовлечь сотрудниц полиции к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Выступая на торжественной церемонии открытия, заместитель начальника департамента КРК Налиев отметил, что правоохранительными органами Карагандинской области особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни среди женщин-полицейских. Данное мероприятие проводится уже пятый год. Первый весенний праздник Международный женский день всегда с собой, теплотой отмечает в нашей стране. Это признание за звук наших женщин, которые являются хранительницами семейного очага, ярким и энергом, добросетельственной красоты. Их неискаемая энергия и чувкость придают нам мужчинам уверенность и силу решения многих задач, в том числе перед органами внутренних дел. Команды сотрудниц показали себя с лучших сторон. Была отмечена их отличная физическая подготовка и настрой. Яркой игрой открыли турнир команды из отдела полиции Нуринского района и управления полицией Караганды. Команды из других подразделений правоохранительных систем также показали себя с наилучшей стороны. Женщины-сотрудницы наряду с мужчинами активно занимаются спортом, в связи с чем у нас ежегодно департамент полиции проводят через праздник 8 марта соревнования среди женских команд по волейболу. В связи с чем хотелось бы мне всех женщин поздравить с наступающим праздником, здоровья, благополучия, успехов. Все участники по итогам соревнования были награждены ценными подарками, медалями и грамотами. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова